Значит, история небольшая, которая заставила меня задуматься и этот ролик записать для вас, дорогие зрители. Сегодня в Таллине на распродаже в торговом центре я встретил актёра Виктора Сухорукова, кажется. Я не проверял, но это не суть важна. Интересная ситуация. Популярный актёр, известный, я решил попросить его о коротком интервью. Он мне сказал, вопросы к моему директору, я товар. Ну вот, на этом разговор наш закончился, но пищу для размышления он дал, конечно. Вот одна фраза «Я товар» совершенно побудила меня поразмышлять на тему, на эту тему. На следующую тему. Значит, ну, во-первых, если этот человек относится к себе как к товару, то почему мы должны к нему относиться иначе? Раз. А. Тема самооценки. Сейчас вот продолжим тему самооценки. Я смотрю, что у многих она занижена, люди себя не любят. Сейчас вот эти все впечатления дня и свои какие-то идеи я передам вам. И вот в контексте вот этой темы самооценки. Это первое. Второе. Насколько актёры вообще заслуживают внимания нашего? Вот у меня такой появился вопрос. Публичные люди. Насколько вообще велика ценность того, что они делают, что они говорят? Я в этом усомнился очень давно. Моё отношение к театру, в принципе, такое же, как у Шопенгауэра. Ну, это очень далеко от подлинных интеллектуальных запросов и подлинной жизни духа, скажем так. Укривляние просто, да, на сцене. Вот, наконец, система, при которой люди согласны быть товаром. Правила игры. Вот эти правила игры, которые превращают человека в товар. И он сам так к себе относится, как к товару. Был у меня один знакомый политик, который, вот, любимая фраза которого была, таковы правила игры. Он умер довольно-таки, ну, он не был старым человеком, но рано он умер, в принципе, живут гораздо дольше. Вот, непонятно, как-то очень он скончался, но неожиданно для всех. Вот, его любимая фраза, таковы правила игры. Он определял правила игры и играл по этим правилам. Так вот, самооценка. Высокая самооценка невозможна тогда, когда вы играете по чужим правилам. Высокая самооценка невозможна тогда, когда вы относитесь к себе, как к товару. Или когда сама эта идея даже, что человек это товар, вот, витает в воздухе. Это, по сути, отношение барыг. Вот, есть у меня, ну, знаю я одного тоже торгаша, такой вот торгаш, да, вот барыга, хрестоматийный торгаш. Вот он также считает, что у каждого человека есть цена. Понимаете, вот здесь сближаются известный актер и неизвестный торгаш. У них одинаковое отношение к человеку, к себе. И вот одинаковая система ценностей. Это общество потребления. Мы говорили о том, что общество потребления обесценивает человека, человеческое достоинство. И просто вот априори не может служить высокой самооценке людей. Это первое. Второе. Правила игры. Значит, высокая самооценка будет только тогда и только у тех, кто не играет по правилам чужим, а устанавливает свои правила. Я говорил, что должно быть какое-то наперекор, да, вот это сопротивление. Если вы хотите иметь высокую самооценку, устанавливайте свои правила. Не играйте по чужим. И это второе. Третье. Значит, очень важна для формирования высокой самооценки. Важен экзистенциальный эгоизм. То есть вы должны себя любить больше, чем других. Как понять, что вы себя любите? Как это понять? Да очень просто. Если вы постоянно думаете о себе, значит, вы себя любите. Вот когда речь заходит о каких-то людях других, о каких-то событиях, если вы рветесь их пересказывать, обсуждать кого-то там, да, ну и так далее, говорить о человеке каком-то другом, защищать кого-то беретесь, да, кто в этом не нуждается явно. Это говорит о том, что вы себя не любите. То есть фокус вашего внимания переключен с вас на другого человека. Это первый признак, что вы себя не любите. Потому что любовь, я здесь согласен с Хосе Ортега и Гасса, там творчеством, которого я очень увлекался в студенческие годы, что любовь это постоянство помыслов. Вот постоянно думайте о себе, насколько вам хорошо, о чем вы думаете, что сейчас с вами происходит, чем занят ваш ум, как вы способствуете своему развитию, развитию своей души, что вы делаете для себя, для раскрытия своего потенциала и так далее, и так далее, да. Вот, вот, важная вещь, важная вещь, крайне важная вещь. Вот, то, что я хотел сказать вам дальше. Значит, конечно, конечно, нам нет никакого дела до этих актеров. Нам нет дела до других людей. Почему? Другие, другие нужны постольку, поскольку способствуют вашему личностному росту. Другие нужны постольку, поскольку признают вас и служат целям вашего развития. Цели, целям развития. Они, конечно же, вот, другие, могут по-разному влиять. Не всегда, как бы, вот, то, что нами воспринимается как, ну, зло, скажем, злое, враждебное отношение, оно, на самом деле, такое, не всегда. Да, значит, иногда оно способствует нашему росту. Любой конфликт, любой конфликт, это повод задуматься. А правильно ли я живу? А что со мной не так? А почему я так реагирую? Конфликт, это ваша реакция на что-то. А правильно ли я реагирую на это? А нужно ли мне на это реагировать? Да, и так далее, и так далее. Вот, если вы задумались, если вот такой конфликт произошел, вы задумались, значит, человек этот пришел в вашу жизнь для того, чтобы вы решили определенную проблему. Вашу собственную. Все люди, так или иначе, приходят в ваш мир и в вашу жизнь для того, чтобы способствовать вашему развитию, вашему движению вперед. Вот, часто через боль, да, через боль, но боль, она как раз заставляет нас двигаться, заставляет нас чувствовать, чувствовать, заставляет нас ощущать, задумываться, да, и так далее. Вот почему нужна боль. Ну, вот вы пишете, что прошлое, прошлое, там, страх перед будущими отношениями, все такое, негатив, расставайтесь с прошлым. Не обязательно в будущем будет так же, как в прошлом. Скорее всего, нет. Вы уже извлекли уроки. Вы уже знаете, как вести себя в определенной ситуации. Как можно вести себя, как нельзя, что делать, чего не надо делать, да, и так далее. Вы уже знаете, как реагировать. Так чего бояться, если вы знаете, как правильно реагировать? Если вы выучили урок, уже страха перед экзаменами быть не должно. Правильно? Правильно. Никто не может вам причинить боль, кроме вас самих, поймите. Нет, конечно, если там ударят кирпичом по голове, это да. Мы не берем такие случаи. Мы, тут явно нету вашей никакой, никакой вашей инициативы, да, здесь никакой вашей реакции, ее нет. Есть просто вот упал кирпич на голову. Вот, мы говорим о тех ситуациях, когда вы хозяин положения. А в большинстве случаев вы как раз хозяин положения. Вы выбираете, как вам реагировать на то или иное событие, на ту или иную ситуацию, на того или иного человека. Вот. Значит, вы поняли меня, что надо делать для повышения самооценки. Думать о себе, постоянно думать о себе, не о ком-то. Делайте так, чтобы вам было хорошо. Что для вас? Что для вас хорошо? Почитать книгу. Пойти на курсы. Там, иностранных языков выучить. Там, французский язык, например, да. Или испанский язык. Английский. Вот. Что еще для вас хорошо? Взять билеты, поехать куда-то. Да. Что еще для вас хорошо? Познакомиться с кем-то. Вот вы говорите, не хватает общения. Ну, знакомьтесь с людьми. Они вас не съедят. Я в одном из роликов говорил о том, что беспокоить людей надо. В ролике, посвященном вот этой женщине, которая пролежала 13 лет в квартире. Она после смерти своей, она мумифицировалась. Вот. Стала таким мумией Тутанхамона. Да. Ну, посмотрите. Почему так происходит? Потому что люди боятся побеспокоить. Извините. Вот наша фраза, извините за беспокойство, да. Да не извиняйтесь. Идите и беспокойте людей. Вот вы есть. И кому вы будете интересны, тот с вами будет общаться. Если вы, ну, если не будет интересно, значит, не будет общаться. В конце концов, вы не обязаны, всем нравится. И люди не обязаны с вами общаться тоже, да. Но вы ищите. Ищите, обращайтесь к людям. И так далее. Значит, что еще? Какой тут момент может быть? Что смущает людей часто? Наша оценочная зависимость. Мы действительно так воспитаны. Мы зависим от мнения окружающих. Но ведь поймите. Люди ведь могут вам и о вас и хорошее говорить, а не только плохое. Вот вы мне пишете очень много добрых слов, благодарности и комплиментов. Ну, это здорово же, правильно? И я радуюсь вместе с вами. Я радуюсь, потому что я, во-первых, получаю обратную связь. Во-вторых, я вижу, что у меня много единомышленников. Что вы цените мою работу. И то, что я делаю. И делают все люди, которые на нашем канале появляются. Прекрасно, прекрасно. Почему же надо обязательно думать о плохом? Ну, а если кто-то и скажет что-то, какую-то гадость, я не обязан на нее реагировать. Понимаете? Я просто удаляю человека в баню и все. И нет этого человека. И как бы зачищается площадка. Так площадки и зачищаются. Любые, в том числе и ментальные. В том числе площадки прошлого нашего, которые мешают. Ведь мы все обусловлены так или иначе. И мы страдаем от своей обусловленности. Понимаете? Если ваше мнение, ваше поведение, ваше мнение о себе, тем более, обусловлено чьим-то мнением. Или там, какими-то традициями, правилами игры. Ну, что же тогда, ребята? Тогда вы будете несчастны, несчастливы всю жизнь. Тогда так и будете прозябать и будете винтиками. Значит, обусловленность, да? Действительно. Вот оценочная зависимость. Что подумают, что скажут. Но ведь вы поймите. Вот есть такая фраза. Нет факта, а есть его интерпретация. Ну, одно и то же явление, факт, можно интерпретировать по-разному. Здесь включается избирательность восприятия. На одну и ту же ситуацию можно по-разному посмотреть. И вы не обязаны видеть так, как видят другие. Можете совершенно по-другому посмотреть. Вот в этом ценность ваша. Вы должны ценить свой взгляд на мир. Вот как его ценить? Как? Как добиваться независимости своих суждений, своего мнения, своей позиции? Как не относиться к себе как к товару? Избавляясь от страха. Избавляясь от страха. Ну, что, ну, страх потерять работу. Страх, ну, для вот актеров этих, да, они же все, в принципе, там, ну, истероиды. Да, им надо вот все это. Постоянно кривляться, там, рожи корчить. Что-то вот такой сценический тип, да. Ну, что их лишит, так вот этого, вот этой сцены, так они все слягут и будут чувствовать себя самыми несчастными. Вот, поэтому они так, тоже форма зависимости от публики, от внимания чужого, там, и так далее, да, от денег, в конце концов. Оценочная зависимость. Ведь актер выходит, что ради чего? Чтоб ему поаплодировали. Критиков он не любит, естественно, чтоб аплодировали, восхищались им. Актеры самые зависимые люди. Плюс алкоголики сплошные. Да, мы видим эти посиделки актерские, там не обходятся без этого. Я говорю, где одна зависимость, там и куча других зависимостей. Посмотрите, сколько актеров там у нас в органах власти. Ну, я даже поражаюсь этому. Ну, как, 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 откуда они, да, актеры и спортсмены, да. Самые зависимые люди. Ну, что поделать. Страна зависимых людей. Алкоголики, алкаши кругом, да. Вот я тут был на одной тусовке, боже мой. Собрались алкаши. И друг другу говорят, что вот ты легенда. Вот это легенда. И ты легенда. Вот собрались легенды. Ну, смешно, конечно. Но вот так. Каждый себя считает легендой. Так что, это тоже такая форма гиперкомпенсации. Да, ну, они не нужны просто никому. И друг друга как-то вот поддержать. И они себе-то не нужны. Самое главное. Потому что, ладно, кому-то там. Себе человек должен быть нужен. В первую очередь. И ни от кого не зависеть. Ни от кого. Что значит, человек себе нужен? А это значит, что я есть центр вселенной. Вот я себе нужен. Я – это цель. А не только средство. Вот я – это цель. Относиться к себе как к цели, а не только как к средству. И к другому тоже так же. Знаете, кто думает о себе хорошо, тот и о других будет хорошо тоже думать. В конце концов, для человека, любящего себя, ну, как-то он на других и внимания особого не обращает. Это надо очень постараться, чтобы обратить на внимание любящего себя человека. На себя, вот, внимание обратить такого человека. Ему неинтересно ни ваша личная жизнь, ни ваша наличная жизнь. Вот мне, например, вот, меня не интересует чужая личная жизнь и наличная. Кто там сколько зарабатывает, кто что имеет. Слушайте, зачем мне это знать? Кто с кем спит, у кого, какая жена, чем она там занимается, дети и так далее. Это вообще меня не касается. Правильно? Меня это просто не интересует. Когда я общаюсь с человеком, меня интересует его мышление. Что он думает? Качество его характера, качество его мышления. Насколько он интересен, насколько мы можем с ним сотрудничать. Что-то делать вместе. Но они, но не его достаток или там какие-то победы. Ну, там личная жизнь, да. Победы, бог с ними, какие там победы могут быть. Это смешно. Сейчас о победах вообще речи не идет. Люди покупают все, что хотят и берут кредиты для этого. А тут уже нет побед-то никаких. Понимаете? Это смешно даже говорить о победах. Вот. Значит, главная победа, вот главная победа и единственная победа, да, это победа над своим негативным мышлением. Вот когда вы научились принять себя, принимать себя, полюбили себя действительно. Вот когда вы смотрите в зеркало на себя и думаете, блин, вот передо мной вот человек. Вот красавец или красавица, да, и нам. Вот это да. Вот я доволен собой. Когда вы собой довольны. Вот что такое любовь к себе. Довольны собой. Принимаете себя. Не носите очки вот эти. Не прячьтесь за очками, за чем-то еще, да. Смотрите всем прямо в глаза. Выражаете свое мнение открыто. Ничего не боитесь, не стесняетесь. Не думайте там, что вот надо там с оглядкой какой-то, да, высказаться там, ах, чтобы там лишнего не ляпнуть и прочее. Говорите то, что вы думаете. Прямо говорите. Не боитесь потерять никого там, потому что знаете, что человек равный вам с вами будет всегда. Ну, а если это, ну, тогда, ну, а если это человек, который не дорос до вашего уровня, ну, так чем там дорожить-то? Что трата времени и сил на непонятно что. У вас-то есть миссия себя вылащивать, себя создавать, себя делать, выражать себя. Вот мы сейчас делаем, мы сейчас клип снимаем, фильм снимаем, музыку делаем, да. Вот, аранжировку. Такая шикарная аранжировка. Скоро, я надеюсь, вы увидите клип, мы снимем клип и вы увидите, вы услышите музыку. Много драйва, задора, энергии. Я стараюсь вложить вот всю энергию свою и свое видение. Это моя музыка. Вот, тексты и так далее. А вот ради чего все это? Ради того, чтобы вы отчуждали собственную экзистенцию. Поэтому, еще раз, значит, поступать наперекор, вопреки. Не следовать правилам. Никаким правилам не следовать. Ну, кроме правил, которые, в общем, помогают сориентироваться в пространстве. А вообще, вот эти неписанные правила какие-то, да, ну, правила игры, вот, нарушать их. Не следовать этим правилам. Только тогда будут перемены. Понимаете, пока вы играете по правилам, никакие перемены невозможны. Никакие выборы там честные, да. Смешно, это просто смешно. Ничего не изменит. Начните устанавливать свои правила. Вот. И относиться к себе как к цели. Вам дана жизнь, это уникально. Я уникальное просто стечение обстоятельств. Я хочу сказать, что я человек неверующий, но я говорю на языке религии. Так вот, помните о том, что у вас, у вас есть эта божественная искра. И эту божественную искру в себе беречь. И желательно разжигать ее в пламя. Ценить себя. Ценить и помнить, что это уникально. То, что вы появились на свет. И вам даны возможности для того, чтобы проклюнуться. Эволюционировать. Понимаете, эта эволюция шла миллионы лет для того, чтобы сейчас вы могли бы самореализоваться. Вот ваш мозг, наш мозг каждого из нас настолько совершенно устроен, да. Что благодаря этому мы можем самореализоваться. Мы можем создавать архитектурные шедевры. Музыкальные, поэтические. И так далее, и так далее. Мы можем все делать то, что мы хотим. Понимаете? Вот задумайтесь об этом. И помните, что вы и должны внести этот вклад, этот вклад в стать человеком в самобытии, в историческом континууме. Привнести что-то в этот исторический континуум своего. Вот это главное. И не обращать внимания ни на кого. То есть, конечно, обращать внимание только в том случае, если эти люди так же настроены, как и вы. Если это не тени. Если это не зомби. Если это не винтики. Вот проклюнуться. Стать личностью. Созреть. Вызреть. Выкристаллизоваться. Ну вот, вот наша цель какая. Я не хожу ни на какие спектакли. Зачем? Не смотрю этих актеров. Ничего это... Если актер не хочет с тобой общаться. Понимаете? Зачем мне платить за билеты, чтобы там он чью-то роль играл еще? Боже мой, зачем? Я сам пишу в моей голове. Такие сюжеты рождаются. Я во сне вижу такие сюжеты. Просто никто их не описал. И они настолько меня впечатляют. Вот вам. И кино, и театр, и кинотеатр. То, что происходит на сновическом экране. Никакой театр это не заменит. Это все жалкое подобие того, что есть во мне. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. Если не клеится диалог. Еще важная вещь. Не клеится диалог. Все. Отпускайте человека из своей жизни. Много людей, которые хотят с вами общаться. Которые вас оценят. И будут рядом. Не добивайтесь. Не тратьте время свое. Цените себя. Любите себя. Посвящайте время себе. Развитию своему. Опыту. Вот я 30 стран обездил. Я увлекался живописью. Где только не был. В лучших музеях Европы. Видел там. Но многие даже не знают таких художников. У нас в России. Да и в Европе, кстати, тоже. Ну вот я там, например, Мемблинг. Мемблинг. А это один из величайших художников. Я был в его музее. Там и так далее, и так далее. Но много чего. Я инвестировал в себя. И чем больше вы в себя инвестируете, тем лучше. Тем больше вы будете ценить себя. Поверьте. Спасибо.